Экопоселение 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 Поселение будущего немножко впахивает тем, что многое говорилось социалистами-утопистами и многими другими их последователями, но мне представляется, что тема эта в 21 веке приобретает совершенно другой характер, совершенно иное звучание, и она реально способна перейти в практическую плоскую. И вот если говорить реально о будущем образе жизни, о поселениях будущего, то нужно иметь в виду, что здесь несколько самых разных аспектов важную роль играют. Прежде всего, конечно, это организационно-управленческие аспекты, далее технологические, инфраструктурные проблемы, которые при этом возникают, но на мой взгляд, не менее значимыми являются, если угодно, человеческий фактор и общественное движение, может быть, молодежное движение. Потому что вы помните известную алгоритмику, руководствуясь благими намерениями, мы сможем все. Так вот, мне представляется, что будущее этого проекта во многом зависит от того, насколько глубоко мы будем понимать сущность происходящего. Потому что человек такое существо, которое тем более счастлив и тем более ощущает свою жизнь насыщенной, чем больше в его устремлениях того, что не связано лично с его жизнью, с его судьбой, а связано с какими-то гораздо более значимыми идеями. Но вы помните, наверное, такой элементарный афоризм, когда спрашивают у двух строителей, выполняющих одну и ту же работу, ты что делаешь? Кирпичи таскаю. А второй на этот вопрос ответил, храм строю. Так вот, мне хотелось бы прежде всего, чтобы мы с вами понимали, какой же храм мы строим. В этом смысле, может быть, уместно было бы начать с земельных ресурсов России. Вот если мы посмотрим на картиночку и цифровую, может быть, так удобнее считывать информацию. Земельный фонд России – это миллиард 710 миллионов гектаров земли. То есть у нас с вами по 11,6 гектара на каждого жителя. Вот вообще-то такой колоссальный земельный ресурс. При этом земли лесного фонда составляют, как видите, 63%, земли сельскохозяйственного значения – 23%. То есть вот простая арифметика показывает, что в этих 12 гектарах добрая четверть – это вообще-то земли сельхоз на значение. Это не просто вечная мерзлота, болото, а это реальные такие земли, пригодные для использования. Дальше идут земли запаса оленей пастбища, земли природоохранного назначения. Но я хотел бы обратить ваше внимание прежде всего на две последние строчки. Это земли промышленности и транспорта, которые составляют всего лишь 1%. И земли населенных пунктов – это еще 1%. И когда мы говорим о России, то, к великому сожалению, во всех наших делах и планах очень часто представлены исключительно эти две последние строчки. А 98% нашей территории зачастую выпадает из наших расчетов, из наших интересов. И это не случайно приводит к серьезным проблемам сельских поселений. Если обратиться опять же к статистике, то у нас на сегодня более 13 тысяч пустующих сельских поселений. Только в центральном и северо-западном экономических районах их более 10 тысяч. Вымирающие населенные пункты в составе России составляют 0,38%. А если взять северо-западный федеральный округ, то 50,2% вымирающих населенных пунктов. То есть численностью менее 10 человек, где не может быть уже ни магазина, ни аптеки, ни школы. То есть там люди могут только доживать свой век. И конечно это печально, потому что иные страны выбирают иной путь развития. Вот Соединенные Штаты в свое время очень четко поняли эту проблему. У них была крупная программа переселения, целенаправленного переселения из городов в сельскую местность. Ну и известен всем вам слоган, одноэтажная Америка. Действительно до 80% территории Соединенных Штатов содержится фермерами. И это конечно важнейшая функция, потому что говорят, граница не там, где солдат с ружьем, а там, где крестьянин пашет. Белоруссия очень детально занимается проблемой развития сельских территорий. Я ознакомился в общем-то достаточно близко с решением этих вопросов Белоруссии. Более 1500 агрогородков. Это комплексно развитые поселения, где на центральной усадьбе есть все необходимое для жизни. Если же посмотреть то, как живем мы сегодня, это урбанизация мегаполисная, которая характерна сегодня для России, то объяснить это можно только тем, что у нас на первом месте стоит прибыль, а прибыль проще делать в городах. Но если посмотреть на человека, то нельзя не обратить внимания на колоссальные проблемы мегаполисной урбанизации. Прежде всего он связан с техногенным коллапсом. Есть такое понятие проклятие инфраструктур. Это условно говоря ситуация, когда чем больше вы боретесь с пробками, тем больше пробок у вас возникает. Именно поэтому я в Пекине как-то объяснял тоже и руководству Пекина. И здесь ко мне приезжал первый вице-премьер, мы эту тему обсуждали, что самые грандиозные пробки на земном шаре в Пекине только потому, что вокруг Пекина 8 колец развязок. Понятно, что на строительство этих колец приезжают последние люди из соседних сельских местностей. И они покупают какой-то автомобильчик тоже и усугубляют эти пробки. Вот эта перманентная борьба с пробками на дорогах, она не имеет абсолютно никакого решения, если мы не создадим образ жизни гораздо более привлекательный, чем жизнь в мегаполисах. Дальше, мало кто знает, что города – это неприемлемое место для воспроизводства населения. То есть человек вообще от Бога сотворен для жизни в природе. И наши биополя, физические тела человека, они просто имеют острую необходимость во взаимодействии, если угодно, с камертоном природных полей, с полями растений, животных. Если эта связь утрачивается, биополевая, то это приводит к мутациям. И, скажем, у ребенка, который родился и вырос в условиях техногенных полей, отмечается до тысячи мутаций в механизме функционирования ДНК. Здоровыми рождаются в городах лишь 18-20% детей, а генетические нарушения отмечаются у 30%. Поэтому, если мы посмотрим на перспективу самого человека, то понятно, что вот то движение, которое сегодня, в общем-то, собралось вокруг предложенного вами вебинара, это как раз люди, которые решают задачи колоссальной значимости. Они понимают необходимость сохранения, если угодно, генетического кода и генетического потенциала нашего народа. Потому что города – это способ как раз подрубания родовой генетики. И во втором-третьем поколении дети в основном уже в пробирках появляются. Сейчас города существовали вроде бы и неплохо, но это было связано только с тем, что по преимуществу рожала деревня, там рождаемость всегда выше. Ребенок в деревне – это помощник, а не абуза, как в городе. И поэтому приезжали из сельской местности, вступали в смешанные браки, и ребенок унаследовал, соответственно, те генетические линии, которые были представлены в более крепкой генетике. И вот любопытно для меня, что, имея такие колоссальные богатства земельные, по сути, это и есть основное богатство России, мы как-то об этом мало говорим. И контрастом для меня прозвучала ситуация, когда я был на конференции, делал доклад в Южной Корее, а после меня выступал японский специалист. И вот я хотел бы привести один из слайдов, из его доклада. Вот видите, на этом слайде смысл его в том, что вначале мы строим землю, а потом земля и здание строят нас. Это помните высказывания в свое время Черчилля были. Вначале мы строим дома, а потом дома строят нас. Действительно, человек как биологический вид формируется во многом в эгрегориально-матричной плоскости. А это прежде всего та информация, которая его окружает как в лексических формах, так и в образных формах. Так вот, природа, дома окружающие, это и есть основной способ формирования человека. А, собственно, на этом слайде, видите, в центре это сельское хозяйство и природа, а уже именно это порождает все остальное. И переработку, и школы, и медицину, и развитие региона, и развитие администрации региона, и все остальное. И вот так истолковывает это Япония. Это при том, что, как вы знаете, несопоставимы возможности территориальные наши и возможности Японии. Ну, наверное, наиболее яркие образы будущего в свое время формировал известнейший русский аграрий-экономист Чаянов. Очень хотелось бы, чтобы те, кто работает в этой плоскости, ну, просто почитал бы его книгу «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». Очень любопытные мечты Чаянова. Ну, он там характеризует такую ситуацию, что его брат там случайно оказался в Москве аж в 1965 году. То есть это в начале века писалась книжка, это далекое-далекое будущее. И вот Чаянов, мечтая о том, что же будет в это время, словами вот этого своего брата, попавшего в эту сказку, рассказывает, что когда он утром открыл окошко, то увидел Кремль вдалеке, но до Кремля не было никаких зданий, были только поля, сады, цветочные клумбы. Он изумился, а что же произошло, а ему сказали, а вы разве не знали, у нас в 30-е годы к власти пришли люди, которые понимают роль земли и роль природы в жизни человека. Они приняли законы, в соответствии с которыми было запрещено строить города численностью более 300 тысяч человек. И вот Чаянов описывает эту ситуацию фантастическую, когда городов как таковых нет, в городах никто не живет, все живут только в природе, дети бегают по траве, а город сохранился, но как если угодно место сборки. Туда приезжают учиться, туда приезжают в музеи, в театры, а проживают там лишь только те, кто обслуживает этих приезжающих, проживающих в сельской местности. Вот такие мечты, о которых в такой, в общем-то, в мечтательной форме пишет Чаянов. Но в то же время Чаянов один из самых крупных теоретиков системы кооперации. И, собственно, жизнь в природе и жизнь на земле, она невозможна без кооперации. Мне вот хотелось бы предостеречь очень таких добрых, благонамеренных людей, которые видят будущее России в том, что главное получить гектар, оградить себя забором, и вот тогда-то я буду счастлив. Вот это, на мой взгляд, извращение большой идеи, когда Россия может действительно предложить новые мыслеформы, новый образ жизни, новые смыслы. Вообще наша страна всегда отличалась тем, что мы порождали новые смыслы. Так вот, 21 век, он и должен стать веком порождения нового образа жизни, который должен зародиться в России. Но это не отдельные вот такие поместья размером в гектар, а это именно комплексно организованные территории, минимальный размер которых это 5 километров в диаметре. И дальше вот такая должна быть звездочно-фрактальная структурка, но об этом мы еще одну картинку, похожую из прошлого, увидим. Но только при комплексном освоении территорий мы можем сформировать удачное будущее. В противном случае мы разобщим тот коллективистский дух, который всегда был характерен для нашего народа, и тот дух, на который опирался Чаянов. Вот Александр Сергеевич Чаянов как раз, наверное, наиболее глубокий специалист в вопросах аграрной кооперации. И если говорить о дне сегодняшнем, то рассчитывать на успех отдельных фермерских хозяйств, как это делает, к примеру, стерлигов, это абсолютно неправильно. Нужен образ жизни, когда есть действительно отдельные фермерские хозяйства, которые занимаются по преимуществу земледелием, животноводством, рыборазведением, закрытый грунт и так далее. Но все это имеет смысл, если все эти собственники, объединившись вместе, создали единую для всех переработку, создали единую для всех систему хранения и логистики, и, наконец, безусловно, сами самостоятельно вышли на прилавок и на торговые сети, сформировали свой собственный бренд, как это, к примеру, сделали фермеры Валево, Финляндия. И вот Александр Сергеевич Чаянов как раз разрабатывал вот такие системные комплексные подходы. То есть мы с вами должны видеть вот эту модель. У нас должны быть фермерские хозяйства, у нас должен быть средний бизнес, это то, о чем я сказал кратко. И должны быть, безусловно, крупные компании, но они никак не связаны, к сожалению, с освоением природы и с развитием природы. Это тоже своего рода такие технологические монстры. То, чем сейчас мы грешим, и упор сделали именно на развитие таких мегакомплексов, которые создают не меньшие проблемы, чем города-мегаполисы. И вот самое главное, что мне хотелось бы донести до слушателей, это все-таки, что первично в системе управления, прибыль и развитие тех или иных производств, или нечто иное. Я вот хотел бы вам сейчас привести такую модель, которую мы часто, на которую ссылаемся, модель организации государственного управления в русле концепции устойчивого развития. И вот там просто по номерам, тот, кто так смотрит, ну вот эту презентацию может оставить для себя, в чем здесь проблема. Все должно развиваться последовательно и логично, только тогда мы с вами сформируем поселение будущего, и сформируем образ будущей жизни нашей цивилизации. Все должно начинаться с анализа состояния и тенденций в биосфере и в демографии. Вот что лежит в основе всех дел и планов. Из этого анализа должна вытекать уже биосферная экологическая политика государства, потому что самое главное – сохранить среду обитания. Если не будет среды обитания, то не будет и человека. Вот когда уже проработана биосферно-экологическая политика, тогда на основании этого должна вырабатываться инфраструктурная и демографическая политика государства, но уже в русле проработанной биосферно-экологической политики. И только после этого можно вырабатывать политику экономического обеспечения вот этой биосферно-экологической, инфраструктурной, демографической политики. И на основе вот такой политики разумного землепользования можно перейти только уже к хозяйственной деятельности и строить те планы. К сожалению, мы часто ограничиваемся вот этим пятым квадратиком. Все остальное остается за кадром. И если вы что-то делали не так, то вас, что называется, оштрафуют. Но вряд ли это помогает избежать такого глобального коллапса человеческой цивилизации в целом. И вот если смотреть по оптимальному распределению землепользования, то вот видите, там квадратики, столбики такие, пирамидки зелененькие, вот примерно так должно быть распределено в нашей стране землепользование. То есть 40% это должна быть девственная природа, куда не ступает нога человека, которая существует только для воспроизводства биоценозов на земле, поскольку они все взаимоувязаны. На 42% территории они используются исключительно для отдыха человека, для его контакта с природой и для восстановления своих, если угодно, и генетических ресурсов, и физического здоровья, и духовного здоровья. 10,5% это земли, которые используются для, в общем-то, работы на них, для выполнения сельскохозяйственных работ. 7,3% это земли, используемые под застройку, а не 1%, как у нас сейчас. И, наконец, только на 0,2% допускается строительство крупных промышленных объектов, несовместимых с сохранением экологической среды. Вот, пожалуй, главное. И, в общем-то, я хотел бы подчеркнуть, что 5 июля 2013 года постановлением правительства номер 598 была утверждена государственная целевая программа развития сельских территорий на период 2014-2017 год и на период 2020 года. Сейчас идет проработка дополнения к этой программе, проработка долгосрочной стратегии до 2030 года. И содержится там, я вот смотрел некоторые вопросы, которые уже поступали к вебинару по возможностям, вот, по переселениям в сельскую местность. Но я хочу сказать, что по преимуществу этой программы датируется улучшение жилищных условий теми, кто проживает в сельской местности. Это, конечно же, первоочередная задача, в том числе молодежь, которая направляется в сельскую местность, вот, в частности, после распределения вузов. Она имеет возможность получить серьезную государственную поддержку. Но, если говорить о серьезной стратегии, то, конечно же, и программа переселения, программа переезда из городов, она, в общем-то, тоже должна быть как-то поддержана государственной политикой. Именно так поступали в свое время Соединенные Штаты. И если посмотреть сегодня на проблемы городов, то как раз те средства, которые направляются на строительство колец, мостов, развязок, тоннелей, если их перенаправить на развитие сельских территорий, то, создав образ жизни гораздо более привлекательный, чем в городе, можно было бы спасти и города. Пока это еще не поздно, потому что, вообще говоря, ну, по мнению не только моему, но и по мнению специалистов в сфере градостроения, с которыми я беседовал, в частности, специалисты из Соединенных Штатов, они видят горизонт функционирования городов, таких мегаполисов, где-то 40-50 лет. А дальше этот образ жизни будет уже нереален. По каким причинам? То ли произойдет вмешательство свыше на представление этих несуразностей в развитии человеческой цивилизации, то ли это будет связано с возникшими техногенными, то ли военными катастрофами. То есть, так или иначе, вмешаются некие процессы, которые приостановят развитие городов, как это произошло, к примеру, с Детройтом. Наверное, большинство из слушателей наших знает, что город Детройт – это город-призрак, практически погибший уже теперь. Он не существует как город, любое здание там за один доллар можно купить. Но начинал он свое бурное развитие точно так же, как сегодня планируется развитие Москвы. То есть, возникли пробки, возникла скученность, возникло намерение прирезать дополнительные территории. И когда прирезали дополнительные территории, только тогда поняли, что из этих дополнительных территорий люди поедут туда же в центр, а вовсе не в противоположном направлении. И пробки существенно усугубляются, в том числе и в центральной части. После этого проживание и функционирование этого города становится невозможным, как произошло, скажем, с Детройтом. Поэтому, если говорить о проблемах, ну, если угодно, так с научной точки зрения, то основная эта проблема в том, что у нас наосферная экономика – это такой пустой термин, который мало кто воспринимает как нечто реальное, стоящее за этим термином. И в этом наша проблема. Хотя, если мы не поймем, что такое наосферная экономика, то рано или поздно жизнь нам разъяснит, что это такое. И вы помните еще со времен, так сказать, теорий Маркса, когда тоже вроде бы говорилось о справедливости, но ведь всегда называлось первое подразделение – это воспроизводство средств производства, второе подразделение – это воспроизводство предметов потребления, и этим все ограничивалось. А как же воспроизводство самого человека, как биосоциального и наосферного продукта? Ведь человек должен обладать и разумом, и знаниями, и интеллектом, для этого должны развиваться образование, здравоохранение, спорт. Так вот, вложения в человека в сегодняшней системе, они рассматриваются не как успех системы, а как ее недостаток. То есть, чем характеризуется сильный управленец? Тем, что он имеет большую прибыль, в том числе за счет сокращения оплаты труда, если ему это удается. То есть, воспроизводство самого человека не рассматривается как позитивный фактор, и это очень серьезно сдерживает развитие идеи поселений будущего, потому что поселения будущего, в общем-то, они как раз и есть инструмент решения вот этой третьей задачки – воспроизводство самого человека. Основным препятствием на пути решения этих проблем, безусловно, является либерально-рыночная экономика. Навязан в нашем обществе такой миф, что якобы рынок, он сам все разрешит. Но это абсолютный миф, потому что рынок по своей природе, он не имеет цели и полагания. Рынок всегда заточен на максимум доходности. А максимум доходности – это что такое? Это, прежде всего, алкоголь, табак, наркотики. И поэтому, если государство не регулирует рынок, то рынок отрегулирует общество так, что там, кроме разрухи, развала и деградации человека, произойти в принципе ничего не может. Просто по определению. Это такова функция рынка. Что-то сохраняется только благодаря тому, что государство вмешивается в эти процессы. Нам же пытаются навязать представление о том, что чем меньше вмешательство государства, тем якобы лучше будет результат. И мы погрязли в счетно-финансовых методах управления, когда основное – это прибыль, а экономика человека у нас полностью ушла в небытие. и организационно-технологические методы управления, они также сегодня не воспринимаются, как необходимый инструмент управления государством и развития вообще государственности. И вот именно эта проблема господства либерально-рыночных отношений и господства прибыли над человеком долгие годы делала идею разумных поселений не более чем мифом и мечтами. Ну вот я хотел бы привести одну из таких разработок «Город-сад». Это концепция известная Говарда. Вот видите, как раз та самая снежинка, о которой я говорил, центральный фрактал, где есть все необходимое для жизни. И в пределах, скажем, месяца вам никуда не надо выходить за этот круг. Здесь вы найдете все необходимое для жизни. Но может быть, если вы решили посетить музей, какой-то крупный театр, то разочек в месяц вы из этого круга можете куда-то переместиться. Но, как правило, если эти фракталы разместить вдоль железнодорожных сетей, как у нас в России, то тогда и эта поездка не будет утомительной. То есть у нас главные инфраструктурные цепочки должны проходить через железнодорожные сети. Мы не должны, как в Европе, делать автомобильные дороги, которые конкурируют с железнодорожными, как это сейчас делается, к примеру, в развитии дорожной сети нашей, скажем, та же Москва-Петербург. На большие расстояния у нас должен доминировать исключительно железнодорожный транспорт. А автомобильный, он должен развиваться вот в пунктах первого порядка и обеспечивать сеть дорог вокруг вот таких центров первого порядка. И тем не менее, даже вот такие проекты, которые не реализованы, но они породили очень мощные движения. И представление о возможностях иной жизни не только у нас в стране, но и за рубежом. Это и в Великобритании, и в Австрии, и в Германии, и во многих других местах. Вот эта идея Говарда, она, конечно же, жива. И когда мы говорим вот еще разочек о необходимости жизни в природе, то мы говорим прежде всего о сохранении разумного энергетического баланса жизни человека на земном шаре. Я, может быть, хотел бы чуть-чуть уйти в сторону, но в действительности это только кажущийся зигзаг. В действительности это и есть некоторые базовые, такие фундаментальные понятия, имея которые мы глубже понимаем вот необходимость того стратегического будущего, которое связано с идеей таких вот поселений будущего, иного образа жизни. Я хотел бы сослаться на энергетические балансы, которые в свое время приводил еще Александр Николаевич Несмеянов. Он, наверное, вот если говорить вообще о человеке, о человеке разумном, да, то ведь что такое изгнание из рая? Ну, давайте вот вначале посмотрим на цифры просто. Годовая энергетическая потребность человека в килокалориях, вот в меню, которое указывается, перекрывается солнечной энергией, поступающей на площадь 1 квадратный метр. То есть, вообще говоря, Бог-то наделил нас всех вот солнечной энергией, если бы мы ее правильно научились использовать. А ведь растение умеет пользоваться напрямую солнечной энергией и создавать в конечном счете органику, да. Изначально такие возможности заложены были и в человеке. И, наверное, вы сейчас слышали о примерах солнцеедения, как это говорят, да, это праноедение. Это как раз люди, которые научились-таки использовать энергию солнца напрямую. Ну, не умеем мы пользоваться энергией солнца. Тогда мы занимаем этот квадратный метр растительной пищей. Но она возьмет в себя только 0,24% от той энергии, которую нам Бог посылал на этот квадратный метр. Если бы мы употребили эту зеленую пищу, то посмотрите, какое колоссальное количество нам бы досталось. 0,24%. Все-таки это серьезная цифра. Но нам не хочется есть растительную пищу, хотя мы изначально, на мой взгляд, именно так созданы. Мы поручаем это съесть теленочку или козленочку, да. Но когда теленочек съедает эту зеленую пищу, то КПД уже энергетического баланса, полезного, который остается в теле теленка, лишь 8%. Все остальное это навоз, это как бы загрязнение атмосферы. А вот когда ребенок ест телятину, то у него КПД тоже 0,7%. И вот пересчитайте этот энергетический баланс, и поэтому становится очевидным, что чем ближе человек к природе, тем в большей степени он способствует развитию такого разумного энергетического баланса на земном шаре. А вообще говоря, употребление живой растительной пищи, когда человек проживает в сельской местности, и дети когда бегают на земле, он дает колоссальный эффект с точки зрения оздоровления человека. Дело в том, что у нас с вами две борющихся, если угодно, между собой колонии микрофлоры в нашем кишечнике. Есть микрофлора патогенная, которая зашлаковывает организм, и есть микрофлора полезная. Поэтому, когда вы берете бутылочку кефира, то на стеночке можете прочитать, что она содержит бифидобактерии, которые угнетают ту самую вредоносную микрофлору, и между этими двумя колониями всегда идет своего рода борьба не на жизнь, а на смерть. Так вот, отличие той полезной микрофлоры, которая способна выделять сама абсолютно все, что необходимо для нашего организма, не только, как говорят, незаменимые аминокислоты, микроэлементы, витамины, но даже и гормоны. Вот на это способна полезная микрофлора. Но ее особенность в том, что она способна потреблять только живую пищу, содержащую энзимы, которая не была нагрета выше 50 градусов. И вот это величайшее научное открытие о том, что у человека может быть две системы питания, он может кормить себя, это то, к чему мы привыкли в нашей обыденной жизни. А второй режим, это когда он себя не кормит. Он кормит только микрофлору. А уже микрофлора тогда, благодарная, кормит его. Вот, собственно, в чем суть открытия Александра Михайловича Уголева, которое он совершил в 1958 году. Это научное открытие было настолько уникальным, что оно было зарегистрировано в госреестре научных открытий. И за это научное открытие он номинировался даже на Нобелевскую премию. Поэтому, если вы живете в природе, и вот развили, и вам удалось развить в себе вот эту полезную микрофлору, то вот как Уголев приводит примеры, вы можете питаться одной лишь сырой морковкой. Но у вас будет все. И кальций, и магний, и любые витамины, и любые микроэлементы. Вот в чем, как бы, особенность жизни в природе. Ну, а почему же это не развивается тогда, если вот так все это привлекательно и интересно? Это не развивается только потому, что человек, живущий на Земле, он не выгоден либерально-рыночной экономике. На нем невозможно серьезно зарабатывать. Человек, который живет в природе, ему не нужны банки. Ему не нужны торговые сети. Он может быстро освоить технологию питания, вот даже интуитивно, о которой говорил Уголев. когда можно вот найти все необходимое в природной среде. Это грибы, орехи, овощи, фрукты и многое-многое другое. Вы не представляете, все богатство меню вот в разряде вот этого полезного питания. Но если посмотреть на историю человечества, то ко мне, я как бы и так это понимал, но приехал ко мне один из таких интересных людей из Соединенных Штатов с любопытным именем реальным Дон Рус. Вот так авторство его на книжке обозначено. Привез он, специально приехал на встречу со мной, привез книжку, которая называлась «Духовная экономика». У него проанализирована вся история человечества вот с этих позиций. И он показал, что столетиями и столетиями делалось все, чтобы человек не осел на земле и не создал бы там самодостаточные поселения. Как только на земле возникали собственные мануфактуры, собственные маслодельни, сыродельни, так тут же организовывалось нечто вплоть до поджогов, физических истреблений. И все требовали, чтобы это все везлось в города. А там уже перерабатывалось. Вот. Еще раз хочу подчеркнуть, что это связано исключительно вот с проблемами либеральной рыночной экономики и с теми проблемами, что на людях, живущих на земле, не заработать. Поэтому проблема перехода к поселениям будущего, она не так проста, она связана не столько даже с нашим умением строить на земле, не столько с нашим умением организовать инфраструктуру, потому что в наш век совершенно уникальные сделаны достижения в этих вопросах. И можно великолепно организовать жизнь на условиях полной автономии даже. Или автономии такой небольшого региона. Это не составляет никакого труда. Главная же проблема здесь мировоззренческая и проблема либеральной рыночной экономики. Мы должны понять, что вот эта идея либеральной рыночной экономики это просто циничный обман. Потому что развитые страны они давно это осмыслили и у них даже намека на рынок нет. Там работают транснациональные корпорации, которые давно все поделили, а вот для наивных они развивают вот эту теорию. Теория известная под названием Вашингтонский консенсус. Он был опробован в странах Латинской Америки. Ну то есть это теория, если угодно, которая разработана для того, чтобы колонии себя правильно вели. И когда возникают проблемы у страны метрополии, то они должны вести свои дела так, чтобы все проблемы метрополии были сброшены на колониальные проблемы. На проблемы в колонии. Вот после очень серьезной обкатки на странах Латинской Америки один в один этот опыт был перенесен в Россию. Для этого не менее тысячи специалистов очень серьезных из Соединенных Штатов выезжало. Вы знаете, что в 90-е годы полностью шла постановка теории Вашингтонского консенсуса применительно к экономике Российской Федерации. И вот с тех пор те, кто продвигал эти идеи в политике, нас все 100% себя дискредитировали, не осталось ничего в политике из того, что называлось раньше «правые», так сказать, и так далее, но и ни на один миллиметр они не уступили позиции в экономической сфере. И это есть основная наша проблема сегодняшней вот городостроительной парадигмы, сегодняшнего перехода от ужаса мегаполисной урбанизации к ландшафтно-усадебной урбанизации и к переходу к жизни человека в природе. В этом основа основ. И мне хотелось бы, чтобы люди, которые это интересуются проблемой, они по крайней мере понимали это. И чем больше будет понимающих эту проблему, тем быстрее мы можем развернуть здесь историю развития экономики нашей страны и по сути поддержать президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, который неоднократно ставил эти проблемы и ставил их достаточно остро и на уровне обращения к федеральному собранию и в своих регулярных встречах, выступлениях, но пока эти все слова проваливаются как в вату и президенту нужна очень серьезная поддержка и поддержка именно от простых людей, поддержка от специалистов в аграрной экономике, потому что в действительности это вопросы нравственности и мировоззрения, они очень простые, они не требуют никакого специального высшего образования, это совершенно элементарные вещи. Вот я вам приведу может быть такой свежий пример, я вчера ехал поездом и безделье полистал там газету, редко их читаю, потому что это бессмысленное занятие, но вот маленькую выдержку привожу вам для того, чтобы вы поняли суть. Видите, Европа сегодня обеспокоена перспективами своего финансового развития и она снизила ставку рефинансирования с 0,15% до 0,05% в три раза, заметьте. А депозитную ставку, то есть ставка, которая в банках, с минус 0,1% до минус 0,2% процента. Но мы с вами знаем, что в это же самое время наш Центробанк повысил процентную ставку, если мне память не изменяет, с 8 до 8,5% и это конечно же парадокс, потому что вот это по-моему устаревшая немножко цифра, а вообще вот вы представляете, что такое вот посмотрите сопоставление ставок, вот здесь как раз проблема поселений будущего, пока у нас не будет ставка рефинансирования ну хотя бы меньше одного процента, то есть 1% это безумие, это просто вопрос времени, то есть если вы установили судный процент больше одного, трех процентов, то это очевидная как бы невозможность развития государственности и наоборот в истории человечества сколько угодно примеров было, вот то к чему идет сейчас Европа, как только вы делаете ставку по кредиту отрицательную, это что означает? Это означает вы если положили деньги в банк, то через год вы получите оттуда уже денег меньше, чем внесли, потому что за хранение денег банк берет день, так неоднократно было в истории человечества, а как же тогда деньги сохранить? Для того, чтобы сохранить эти деньги самый выгодный способ это вложение в землю, потому что даже если вы приобрели автомобиль, то автомобиль тоже через 3-5 лет уже ушел в небытие, а вот если вы вложили деньги в землю, в развитие территории страны, то вы позаботились о своих детях, о своих внуках, потому что хорошая плодородная земля, она всегда приносила достаток. И вот в Европе, скажем, в период с 1000 по 1300 год, колоссальный был прорыв, когда ставка калитования была отрицательная, и все вложения были сделаны исключительно в развитии земель, строительства маслобоин, мельниц паровых, мельниц водяных, и многого-многого другого. Поэтому в действительности казалось бы вопросы очень далекие от темы, которые мы сегодня обсуждаем, но это только кажется. Это и есть тот базис, потому что когда вы попробуете цепочку причинно-следственных связей четко установить, почему же у нас не развивается нормальный реальный образ жизни при таком количестве земель, то через 5-10 ходов вы, безусловно, выйдете на эту первопричину, это расставщичество и процентное аккредитование. Вот, собственно, этот процентный геноцид, он сегодня является первоочередной проблемой нашей государственности. Мне очень приятно, что эту тему понимают не только те, кто разрабатывал концепцию общественной безопасности нашей страны, а группа специалистов лучшие умы нашей страны работали над этой проблемой еще с 80-х годов, а в 2000-м это уже первая крупная работа «Мертвая вода» была опубликована. Ну и на сегодня идет колоссальное развитие этих всех идей, и очень приятно, что русская православная церковь по сути сегодня тоже понимает корень этих проблем. Я хотел бы сослаться на мнение заместителя главы Всемирного Русского Национального Собора Всеволода Чаплина, а это по сути после Патриарха человек, который является его заместителем в этой структуре. Всеволод Чаплин предложил свою модель банкинга, он предлагает, что нужно перейти на свою модель банкинга, не связанную с тем самым расставщическим судном процентом, на котором строится значительная часть несправедливости современной мировой экономики. У мусульман же получилось устроить банкинг без судного процента, почему не может получиться у нас? Задает вопрос очень серьезный иерарх Русской Православной Церкви. И к великому сожалению, такие вопросы не задают сегодня ученые экономисты, не ставятся эти вопросы Академии наук, хотя они заслуживают того, чтобы они ставились именно на этом уровне. Конечно же, расставщичество и судный процент это не просто экономика, это вопрос нравственности, потому что, к примеру, Коран категорически строжайшим образом запрещает расставщичество как самый страшный грех. В истории человечества неоднократно были периоды, когда предоставление денег под процент каралось смертной казнью. А вот сейчас мы привыкли, что это якобы норма, в действительности это не норма, это обычное воровство, но закамуфлированное под один из видов бизнеса, так называемый банковский бизнес. Хотя, если посмотреть нравственно, то это не бизнес, а это обворовывание участников производительного труда, и не более того. Я не буду это объяснять подробно, давайте только две цифры вам приведу. Программа, о которой мы упоминали, это программа развития сельских территорий, она предусматривает финансирование из федерального бюджета до 2020 года в объеме 90,4 миллиарда рублей. Если вы посмотрите на чистую прибыль Сбербанка, скажем, даже за 2012 год, а сейчас она существенно выросла, то Сбербанк получает эту прибыль в течение одного квартала. Вот собственно и все становится понятно, что оставаясь вот в этой системе координат финансовых, мы никогда не продвинемся в сторону новых поселений, поселений будущего, потому что все наши финансовые возможности утекают в сторону банковских структур. Ну и естественно спекулятивных финансовых структур иного сорта, но только не к тем, кто реализует реальный банковский бизнес. Но я не знаю, мне представляется, что аудитория, которая сегодня собралась на семинар, она наверное достаточно грамотная, но тем не менее, может быть, когда мы вместе обсуждаем эти проблемы, это Бог нас слышит лучше, и может быть, иногда даже лучше слышат и власть имущие. Но я хотел бы, тем не менее, еще там пару примеров привести. Вот очень известный ученый Сильвио Гезель, он проводил в свое время эксперимент, очень известный, если кто-то не знаком, в интернете это можно найти подробно, он ввел местные беспроцентные деньги, которые обесценивались наоборот, то есть они теряли в цене, не как сейчас они растут, ростовщичество это что, это рост денег, то есть они сами по себе растут, вот, так у него они уменьшались, и когда такой эксперимент был введен в этом городочке, то поразительные результаты, были построены мосты, улучшено состояние дорог, увеличено капиталовложение, бурно начала развиваться промышленность, упала безработица, и значит, ну это все описано, и странно, что мы не пользуемся этим опытом, хотя сейчас в нашей стране тоже много чего делается, и я вот работаем мы совместно с хозяйством Шеймурата, у нас договоры совместной деятельности, буквально два дня назад встречался с руководителем этого хозяйства, и он сейчас, кстати, работает над идеей создания кооперативного банка, в общем-то, если вы посмотрите на ту же Германию, то там есть центральный банк, который объединяет до тысячи кооперативных банков, а владельцами банков являются сами кооперативы, вот это тот опыт, который стоило бы посмотреть в рамках уже имеющегося законодательства, хотя, конечно, это очень непросто, потому что банковские структуры, это прежде всего большой капитал, он ограничен серьезно, значит, вы не можете открыть банк, не имея определенной минимальной суммы, но в Шеймуратово это обычное хозяйство, но они ввели вот такие локальные деньги, большие были разборки у них, вот так выглядят товарные талоны, ну, как раньше в тетрадочку долги записывали, они всего-то вместо этой тетрадочки ввели товарные талоны, и выдавали в отсутствие денег эти товарные талоны работающим, а потом значит, у них произошли совершенно серьезные перемены, вот я вам приведу на следующем слайде информацию, у них за два года внутренний товарооборот увеличился в 12 раз, средний размер заработной платы вырос на 26%, поэтому в общем все это говорит само за себя, я вовсе не призываю к тому, чтобы мы начали теперь в каждом хозяйстве, в каждом регионе печатать свои собственные деньги, но вместе с тем мы должны понимать, какие резервы сокрыты вот в несуразностях ныне действующей кредитно-финансовой системы, и не случайно вот именно Шеймуратова сегодня прорабатывает проект новой деревни, проект новой деревни, которая так и называется семья народов БРИКС, этот проект посвящен саммиту стран БРИКС, который пройдет в Уфе 9-10 июля 2015 года. Вот предпроектные работы вот этой новой деревни, вот так вот выглядят они у меня представлены на слайде, и в разработке этого проекта участвуют специалисты нашего университета, то есть мы хотели бы показать, что естественный образ жизни человек, это жизнь в контакте с природой. ну и конечно же сегодня БРИКС это одна из может быть наиболее перспективных интеграционных объединений и оно объединяет вы чувствуете это первые буквы стран в английском звучании Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка вот и в июле месяце зарегистрирован банк БРИКС и сейчас на повестке дня стоит вопрос о создании университета БРИКС и по крайней мере дважды уже вот эту проблему обсуждали в том числе и с нашим участием. Конечно же управленческая грамотность это пожалуй основное чего недостает сегодня нашим странам в том числе странам объединившимся в БРИКС и если мы говорим что эти страны будут прорабатывать концепцию альтернативную ныне господствующей то конечно же нужен новый университет который будет давать знания на основе новой концепции концепции общественной безопасности которая к счастью разработана сегодня в России. Ну и завершая я хотел бы сказать что в сентябре месяце у нас пройдет семинар с участием Глеба Тюрина это такой очень известный теоретик развития локальных экономик собственно его идея по большому счету к чему сводится он приезжает еще живущее поселение и находит возможности внутренней кооперации кто-то любит выращивать огурцы кто-то любит собирать ягоды кто-то занимается другими делами и вот для объединения этих усилий деньги то и не нужны а люди часто у них опускаются руки нет денег но если нет денег а есть способность кооперации то такие поселения возрождаются и вот в сентябре 23 числа на нашей площадке пройдет такой семинар с участием Глеба Тюрина и он как основной организатор будет выступать ну и наверное вы знаете что у нас вот создан такой учебно-выставочный центр нашего университета в недалеком прошлом это была бурьяном заросшая поляна вот а сейчас не вкладывая ни рубля бюджетных средств исключительно за счет бизнеса вот нами организована такая площадка где представлены образцы всего того что связано с поселениями будущего и с решением тех или иных вопросов там модели самых разных домов от дом который имеет у нас сейчас уже такой дом установлен солома используется в качестве утеплителя это традиционно один из лучших изоляционных материалов по теплу и конечно находиться в таком доме ну вот кто помнит деревенскую жизнь это эквивалентно как будто спишь на сеновале вот и этот дом имеет камышовую крышу рядом у нас домик стоит по канадским технологиям чуть дальше дом из клееного бруса здесь же модели инфраструктурных решений модели организации инженерных сооружений те которые сегодня возможно использовать мы сегодня ведем переговоры о том чтобы приняли участие в нашем проекте и экспофорум наш и русский музей и китай и германия ну конечно не просто идут эти переговоры все это связано и с расходованием средств и с другими проблемами но мы приглашаем всех к участию в этом проекте нам хотелось бы чтобы именно в царском селе появилась площадка куда можно приехать и либо в живую либо в виртуальном виде найти ответ на любой вопрос который беспокоит того кто решил связать свою судьбу с жизнью на земле с жизнью в природе ну и такова уж миссия нашего университета видите вот одна из таких картинок университета сегодня вот это новый корпус который строится по постановлению правительства подписанного в свое время еще Владимиром Владимировичем Путиным и здесь же египетские ворота а в общем-то глобальная концепция управления в рамках которой мы сегодня с вами живем и в общем-то часто живем неправильно она была сформирована еще в древнем Египте так что вот из египетского плена рассчитываем через эти ворота выйти рано или поздно ну и немаловажно что все здания нашего университета они расположены так мистическим образом вокруг царскосельского пушкинского лицея а Пушкин по нашему мнению это глобальное явление в истории не только нашей страны но и человечества в целом в одной из моих книжечек есть такая глава которая называется Пушкин как пророк русской цивилизации потому что основные скрепы русской цивилизации это идея справедливости это творческое наследие Пушкина и это русский язык если уж обращаться к Пушкину к пушкинским словам по сегодня обсуждаемой нами проблеме то Пушкин даже в его годы когда еще не было автомобилей уже тогда писал неволя душных городов там люди в кучах за градой не дышат утренней прохладой невешним запахом лугов мне очень хотелось чтобы сторонники вот такой идеи поселений будущего идеи идеи ландшафтно-усадебной организации помнили этот пушкинский наказ и понимали что они причастны к решению глобальных проблем не только русской цивилизации но человечества в целом потому что если эта проблема решаться не будет то человечество рано или поздно как биовид придет в тупик и мы должны противопоставить этому наше знание наше понимание руководствуясь благими намерениями мы с вами сможем все ну вот на этом я наверное хотел завершить свой монолог и перейти все-таки к вопросам может быть уже и более конкретным но я своей задачей все-таки ставил вот довести до вас глубочайший духовный смысл того семинара который запланирован организаторами и который конечно же дальше уже будет протекать в рамках совершенно конкретных практических советов и рекомендаций вопросы как мы будем задавать по вот у меня есть некоторые вопросы письменные значит Виктор Алексеевич как вы относитесь к хуторской системе Столыпина видите ли позиция Столыпина вовсе далеко неоднозначно как кому-то казалось что вот значит Столыпин там великую Россию строил к сожалению иногда благими намерениями дороги в разные местах мастятся да и вот если угодно генетический код нашей цивилизации это коллективизм чувство справедливости и оно как раз достигается при коллективном ведении хозяйств поэтому за вот такими идеями стояла проблема разобщения русского духа и наша сила исключительно в коллективизме и в соборности чего Столыпин не понимал или у него были такие советчики которые хотели затушевать эту исконно нашу проблему поэтому я вовсе не против хуторской системы и у нас люди разные но хуторская система не может быть основой будущего нашей цивилизации основа нашей цивилизации это коллективный образ жизни и хутора безусловно необходимые связанные такими изримыми и незримыми нитями с окружающей средой уже иного сорта это был вопрос Владимира Панасюка Яромир Мироходец вопрос посмотрел картинку по деревне Брикс там явно не знают о пермакультуре без нее будет затратно там жить ну я согласен что пермакультура это особый вид конечно культуры и жизни на земле но рассчитывать на то что мы нашу цивилизацию организуем на принципах пермакультуры это тоже неправильно и у нас это не получится то есть у нас должно быть очень широкое многообразие всех способов и подходов такие ярчайшие примеры пермакультуры которые демонстрирует скажем Забхольцер они конечно уникальны и они не могут быть повсеместным способом организации жизни нашей русской цивилизации как экзотика как вот в конечном счете элемент воспитания такого уникального особого отношения к природе когда действительно природа сама о себе заботится когда тот же животный мир помогает человеку и работает на него это уникально это на мой взгляд колоссально имеет духовное значение мировоззренческое значение но нельзя значит в каком-то одном варианте видеть панацею от всех бед и проблем потому что если мы посмотрим вот на то что предлагает скажем деревня Брикс то это тоже не есть способ застройки всей Руси нашей правильно вот а это как раз вот такие разноплановые варианты которые тем не менее увязаны в единую поселенческую систему которая самодостаточна прежде всего по духовно-нравственным началам по значит местам работы местам проживания местам отдыха спорта и так далее и так далее в этом суть а и в многообразии подходов к организации жизни на земле от хуторов и пермакультурных значит образований до деревенек вот таких как нарисовано в Шеймуратова и конечно же вот у нас есть разработки это в основном диаметр 5 километров почему потому что чтобы человек не утративал связь с природой вот иногда возникает такое желание и у человека должна быть возможность в течение получаса буквально пешим образом оказаться на природе а основные средства передвижения в рамках такого населенного пункта это безусловно пешком велосипед и уже конечно не автомобили то есть автомобили там исключены Иван Чистополов вопрос остается насущным как в нашем государстве получить землю ну вот пожалуй очень правильно Иван здесь задает вопрос потому что у нас неправильно решен вопрос по земле сегодня конечно же я думаю в целом ряде регионов у нас все-таки приобретают достаточно серьезную силу власть на местах муниципалитеты губернаторы очень интересные приходят и если группа энтузиастов с хорошим проектом придет к губернатору я думаю что есть шанс решать эти проблемы но вообще говоря тема земли должна была бы решаться иначе в принципе ведь посмотрите что на сегодня происходит ну это из золотого теленка помните алгоритмику Паниковский вас всех продаст на золото потом купит на рубли потом снова продаст но уже дороже вот примерно так мы работаем то есть земля к великому сожалению опять же стала залоговой массой у банков и предметом спекуляций кто покупает сегодня землю ну естественно тот у кого есть деньги она достаточно дорого стоит а для чего он ее покупает а вот по системе Паниковского чтобы потом продать подороже желательно за рубеж но не получается значит здесь как-то и в этом и есть основная наша беда потому что ну вот я здесь беседовал с одним из руководителей крупных он говорит Николай Алексеевич ну сейчас же эти вопросы уже поздно ставить сейчас надо ставить вопросы хотя бы каких-то вот попыток возврата вот этих земель в оборот сельскохозяйственный потому что они во многом сегодня не используются вы знаете сколько у нас брошенных и бросовых земель то есть они приобретены а сейчас даже хозяина не найти вот поэтому я как-то предлагал что да вот если говорить о сегодняшней ситуации то надо возможно создать госкорпорацию российские аграрные технологии по примеру Ростехнологии где оборонка там была виднена а вот если бы была создана корпорация такая которая сама заинтересована финансово в том числе в возврате этих земель в оборот и чтобы государственные земли были бы ей переданы а потом многие неиспользуемые земли потому что по неиспользуемым землям работают конечно и Россельхознадзор там и налоговые органы но они же контрольно надзирающие они в этом финансово никак не заинтересованы им гораздо проще прийти в то хозяйство которое работает прибыльно с него что-то можно снять а если значит земля бесхозная на ней ничего нет то даже если тебе и удастся разыскать хозяина то он распишется в своей якобы неплатежеспособности а если бы появился такой оператор финансово заинтересован и вот тогда появились бы большие надежды на то что земля используется тем кому она нужна вообще земля не должна продаваться она не должна быть предметом продаж она может передаваться хоть в постоянное бессрочное пользование хоть на 100 хоть на 200 хоть на 300 лет но только тем людям которые ею пользуются вот пользуешься пользуйся не пользуешься отдай но ты не можешь ее продать и не можешь заработать на покупки и перепродажи последующие вот тогда у нас земля она приобрела бы настоящих хозяев вот потому что у настоящих хозяев на земле денег нет на ее приобретение в этом основная проблема Станислав Якушев задает изучали ли проект Венера Жака Фреско и что думаете о нем ну мы не только изучали но Жак Фреско приезжал на встречу со мной и здесь семинар мы вместе с ним проводили ну видите вот таких проектов достаточно много и в общем-то проработанных и наработанных и достаточно интересные находки но они же не находят своего практического воплощения в жизни широкого почему потому что это проекты сориентированные на человека а не на прибыль и в этом беда поэтому еще раз хотелось бы подчеркнуть что основа решения всех вопросов это переход к иной концепции вот та концепция в рамках которой мы с вами живем она не способна к развитию чего бы то ни было во имя человека она способна и дальше плодить значит нищету значит безобразие разного рода военные конфликты а решать подобные вопросы можно только в рамках иной концепции значит Станислав Краснов задает мне вопрос какие на сегодняшний день есть реальные юридические и финансовые инструменты для получения земельного участка для семьи в экологически безопасном районе необходимы минимум 4 гектара природной территории известно ли Владимир Владимировичу Путину о том что в России существует группа энтузиастов с разработкой подобного плана проекта для выдвижения его на госпроект с целью скорейшего и неизбежного развития нашего государства ну вот сегодня конечно же земли можно было бы под проекты как-то еще находить хотя большинство земель сегодня находятся уже не у государства а у частных собственников единственный кто удачно решил эту проблему это губернатор Белгородской области Савченко я недавно выступал у них на интеллектуальном клубе при губернаторе и конечно же очень интересные люди очень интересные подходы но суть как раз в том что они ушли от технологии Паниковского когда были выданы вот эти земельные паи то губернатор через фонд области подавляющее большинство ну значительно или так скажем значительную часть земель выкупил на этот фонд и вот к нему можно приходить если есть хороший проект то он может решать потому что земля принадлежит непосредственно области а в других регионах там если вы даже и хотели бы прийти с хорошим проектом то эта земля давно уже не у государства а участников вот но тем не менее есть конечно такие варианты и такие земли но нужен очень добротный сегодня к сожалению добротный хорошо выверенный бизнес план и безусловные финансовые гарантии то есть чтобы прийти и говорить о каком-то проекте а земля выдается только под какой-то проект да нужно предъявить полную обеспеченность этого проекта финансовую то есть должны быть банковские гарантии многое-многое другое вот поэтому к великому сожалению задачка это не настолько простая и во многих местах где эти попытки предпринимались они не не очень успешны вот поэтому если вот есть энтузиасты там да ну действительно 4-5-6 гектаров но это непосредственно ко мне можно обратиться вот у меня есть такой небольшой проект так сказать ну или ну не проект а просто возможность может быть это просто на родине моих родителей там где осталась земля вот там можно конечно взять и в аренду и есть там но это глухая деревушка где нет школы нет магазин приезжает там дважды в неделю до школы это 10 километров вот поэтому это только для таких энтузиастов уже может быть состоявшихся но такие вот частные мне кажется вопросы возможны поэтому если будут вот такие серьезные проекты интересные команды вот может быть такие буквально частные возможности их можно посмотреть Артем Денежный уважаемый Виктор Алексеевич для полноценной жизни на земле необходимы источники энергии какие у вас есть наработки в этом направлении что является приоритетом ну вы знаете я бы не сказал что сегодня проблема энергетики она первоочередная очень много других проблем сегодня есть земли и с электросетями нормальными и с другими источниками энергии у нас регулярно на базе нашего университета проходят большие конференции под названием зеленая энергетика и в этом году наверняка я уж она еще будет наверное проходить вот и там есть масса интересных наработок ну кстати вот если говорить о серьезных проработках этого вопроса то лучше всего они проработаны сегодня в Белгородской области вот если хотите увидеть лучший опыт в стране то это Белгород приезжайте туда там есть и солнечная энергетика и биоэнергетика на навозе я смотрел такой колоссальный комплекс один из лучших безусловно не только у нас в стране я думаю вот а так есть очень интересные инициативные разработки когда вот допустим энергия воды используется не обязательно же водопады да ставится вот генератор определенным образом устроенный когда вот куда-то вода протекает а куда-то она не попадает и за счет этого стоит значит ротор горизонтально просто в потоке воды но поток заведен в этот ротор так что в противофазе вода не попадает на лопатки за счет там специальной геометрии она идет только на вращающиеся лопасти вот именно по значит направлению вращения вот много интересных есть наработок но вы знаете что есть и глобальные наработки по переводу скажем двигателей на воде сейчас это в общем-то не фантастика это вполне реальные вещи когда водород и кислород в содержащейся воде разлагаются а потом на выходе получается вода но многие из этих разработок конечно очень сложно продвигаются в жизнь поскольку они создают угрозу сильным мира сего а сильные мира сего это нефть газ и значит спекулятивные финансовые рынки вот поэтому такие проблемы опять же духовно-нравственные и вопросы может быть уже концептуальные то есть вот не перейдя на иную концепцию сложно решать и к сожалению даже такие проблемы Татьяна Леонова задает вопрос как вы думаете возможно ли на практике принятие закона о родовых поместьях два проекта уже лежат в думе ну вот конечно же вопрос такой очень непростой с одной стороны вы видели я приводил статистику что у нас с вами по 12 гектаров вообще-то на человека да но конечно если мы с вами уйдем в идею чисто родовых поместий не связанных вот как-то единой серьезной концепцией то это тоже будет неправильно еще раз подчеркиваю что Россия страна которая обязана генерировать новые смыслы и новый образ жизни а не просто вот на уровне обустройства семьи и себя любимого да вот мы должны предложить человечеству такие вещи и вот я знаком подробно достаточно с теорией родовых поместий и основной разработчик этой теории медиков он ко мне приезжал и книги свои оставлял и это конечно очень правильные такие в целом настроения но они должны все-таки решаться в русле более общих концепций концепций развития нашей государственности России в целом и с целью организации таких вот ареалов поселения которые в конечном счете если я и говорю пятикилометровые да зоны в основном должны быть но они должны быть объединены уже в зоны которые там по крайней мере сотни километров в диаметре то есть вот эта вся сотня километров должна быть обустроена понятно и логично и в рамках единой общей концепции и все вот эти звездочки фрактальчики они между собой должны быть определенным образом связаны дополнять друг друга и эта местность должна быть самодостаточна Александр Солопенко задает вопрос почему не говорите о взаимоотношениях в поселениях очень правильный вопрос и я как раз с этого собственно и начинал что вообще вопрос вот новых поселений поселений будущего это вопрос прежде всего духовно-нравственный вопрос вопрос человеческого образа жизни и к великому сожалению в поселениях которые вот особенно в рамках родовых поместья развивались отношения это между людьми складывались не лучшим образом и были очень серьезные конфликты вплоть до поджогов вплоть до таких острых конфликтов психологических и это как раз свидетельствует о том что вот забор вокруг гектара это не совсем тот вариант который позволяет видеть будущее нашей государственности и нашей цивилизации нам нужно смотреть на проблему чуть шире своего гектара надо понимать что для развития поселений нужно для начала отменить налог на землю ну вот я конечно здесь видите вопросы такие о которых можно говорить насколько они реальны но вы знаете что вообще говоря если человек берет землю и согласен ее обрабатывать то не он должен платить а это ему нужно платить и так делают все страны вы думаете почему прекрасно ухожена территория Соединенных Штатов Америки да потому что там каждый фермер получает очень серьезные дотации а почему Европа тоже ухожена а в Европе каждый фермер получает обязательные дотации то есть если вы являетесь владельцем 100 гектаров земли то на каждый гектар вам выплачивается серьезная достаточно сумма а почему а потому что за землей надо ухаживать потому что если вы землю бросили то потом что произойдет то что происходит у нас спичку бросили и у вас на сотню километров пожар а там вся земля ухожена и единственное в Европе есть такое понятие диванный фермер это что такое это человек который просто владеет землей и он ничего не выращивает вообще но дважды в год косит траву на этой земле и вот если он дважды в год скашивает траву то это вполне достаточно чтобы он получал очень серьезные дотации от правительства ну как если у вас есть скажем университет то нужны уборщицы кто бы убирал территорию иначе не получается если студентов не организовать точно так же земля если у вас есть земля то за ней надо ухаживать кого-то надо нанять и этому человеку нужно платить и не смотреть на то что чтобы вот ну вот тебе на землю и заплати-ка ты мне а кому платить-то давайте разберемся это вообще безбожие потому что земля-то это не продукт труда земля же она божья бог создавал и тут можно с богом войти в недобрые отношения потому что вы божий продукт начинаете вдруг торговать получать за него деньги это в общем такая мировоззренческая неправильная вещь но как это менять вот я надеюсь те кто задают эти вопросы они рано или поздно придут к управлению государством и тогда ситуация в стране у нас изменится будет ли добро дано на разработку альтернативных источников энергии на государственном уровне но видите здесь вопрос не в том будет ли дано добро никто вам не запрещает конечно запускать альтернативные источники энергии но дело в том что любая энергия альтернативная она гораздо дороже и поэтому речь идет о том что сегодня действительно идет разработка нового закона который позволит вывести вот нетрадиционные источники на какую-то плоскость реализации реальных проектов на этой основе почему потому что любая альтернативная энергетика в любой стране мира обязательно датируется с чем это связано это как раз связано помните с нашей диаграммкой с чего надо начинать потому что начинать надо с сохранения природной среды и когда вы вместо сжигания торфа или угля научились использовать солнечную энергию то вам нужно за это заплатить потому что это достаточно дорогое удовольствие поэтому проблема не в том что у нас кто-то запрещает а проблема в том что у нас нет значит ситуации когда эту вами произведенную электроэнергию даже вам не все время нужна нужно чтобы электросети покупали эту электроэнергию а государство датировало бы вам ее и любая зеленая энергия она датируется очень прилично то есть вы получаете за нее вовсе не так как платите за киловатт-час вот из государственных сетей или из сетей вот сейчас сетевых компаний а по совершенно другим гораздо более высоким расценкам у вас эту электроэнергию покупают вот тогда эти проекты становятся экономически оправданными владимир владимир суворов задает вопрос множество примеров заграничных а как насчет староверов на алтае или других структур организаций поселений которые наши русские да действительно у нас конечно же есть такие поселения и значит поселения в том числе правильно староверов старообрядцев они например категорически отказываются даже от электроосвещения и они живут вот природной такой жизнью вот они категорически запрещают чтобы в их поселениях продавалось скажем алкоголь или табак это просто исключено начисто вот и когда я с одним из таких вот дедушек беседовал я говорю ну а как вот свет может быть удобнее он говорит нет это же бог распорядился так если солнышко значит ушло значит глаза должны отдохнуть подумать надо о чем-то в это время там так сказать то есть у бога все распределено правильно есть свет значит есть нет света значит надо уметь жить в отсутствии света и они в этом находят свое счастье поэтому действительно есть у нас разные формы жизни но еще раз говорю что сочетая это все и поселение Староверова и хутора и значит пермакультуру нам нужно тем не менее организовать это все в рамках единой концепции при строительстве дома учитываете проблему золотого сечения в своих проектах ну в общем да конечно же в архитектуре вот проблема золотого сечения она безусловно очень важна но вы знаете это конечно уже высший пилотаж и я благодарен Артему Денежному который задает этот вопрос вот понятно что человек в общем так очень глубоко что называется копает но хочу сказать что сегодня есть масса таких ну совершенно простых элементарных вещей которые не соблюдаются поэтому иногда уж тут не до золотого сечения а так в архитектуре вы знаете ведь смысл архитектуры в том чтобы действительно было как-то ближе вот к тому что есть в природе ну как вот видели ли вы где-то в природе вот сочетание в виде такого прямого угла да в природе такого нет поэтому не случайно в архитектуре прошлого если вы посмотрите вы никогда не увидите примыкание стены к потолку в виде прямого угла там всегда есть какая-то отделка потому что иначе это противоестественно глаз сразу ощущает противоестественность так что очень много есть таких очень серьезных значимых проблем, на которые они обращают внимание, и очень приятно, что есть люди, которые вот задаются такими вопросами, как золотое сечение. Инна Ветер. Ваше отношение к биодинамическому земледелию. Ну, я скажу, что я вот эту тему серьезно не проработал, но аспиранты наши занимаются этой проблемой, и вот если вас как-то наш опыт будет интересовать, то можно к моему помощнику обратиться, Ивану Петровичу, он может вас связать с людьми, кто непосредственно этой проблемой занимается. Что можете сказать о пермакультуре Зеппа Хольцера? Каким образом можно получить землю бесплатно для проектирования этого? Это вот как бы с Зеппом Хольцером уже мало связано для проектирования агрегорода, чтобы с командой людей проектировать гармоничное, комфортное поселение. Но немножко мы это уже касались. Технологии. Ну вот, конечно, пермакультура и проекты Зеппы Хольцера, они, конечно, покоряют. То есть, настолько все это трогательно и интересно. Но я считаю, что это все-таки такая своего рода экзотика. Вы знаете, что там на урожай и не собирает там, кто значит, если он приглашает гостей, они сами там находят, у него случайно под одним кустом растет морковка, под другим там свекла, где что прижилось. Вот. И люди просто находят это и на выходе взвешивают. И собираются это очень интересно. И, конечно же, это тема для энтузиастов. Таких немного. Но я, конечно, к этому отношусь очень хорошо. И даже вот на своей родине, когда я говорил о 5-6 гектарах, которые там можно было бы использовать, была такая даже мысль попробовать Зеппу Хольцера пригласить и, может быть, по его технологиям что-то сделать. Но, к сожалению, это, как правило, затратно и не всегда с точки зрения экономической оправданной речи не идет о том, чтобы заработать. Или речь идет о том, чтобы хватило средств на то, чтобы такой проект запустить и потом содержать его. Владимир Понасюк задает вопрос Виктор Алексеевич у себя в университете вы учите студентов потому, что есть перепашка земли без отвала плуга, что по отношению к ней земле более гуманна. Эти методы применялись на больших площадях в СССР и показали большую эффективность. Но сейчас опять идет перепашка с отвалом плуга, что ведет к эрозии почвы. Видите, этот вопрос далеко не так однозначный. Это опять же зависит от того, какие задачи мы перед сельским хозяйством ставим. Если нам нужны большие объемы, нужны такие массовые технологии, то приходится применять то, что приносит наибольший урожай. Может быть, при этом теряется качество, утрачивается качество земли со временем, но в текущем режиме это дает такой результат гораздо более эффективный. Поэтому в действительности безотвальная технология ноутил применима, но в узких климатических зонах, в частности на нашей территории она не позволяет вести серьезные такие промышленно значимые по объемам проекты. Это можно у себя на участке, да, а вот запустить на этих технологиях те объемы продукта, которые производятся сегодня, к сожалению, нет таких технологий. Анастасия Животкова задает вопрос. Я слышала, что вы предлагаете такую идею другим народам приезжать в Россию, селиться в родовые поселения, если они будут соблюдать правила поселения. Почему вы так считаете? Ведь человек лучше жить на своей родной земле. Ну, вы знаете, иногда люди как-то не... один человек не совсем правильно поймет то, что я сказал, а потом это в десятках уже вариантах там как-то перекочевывает с одного сайта на другой и порождаются разного рода слухи. Я прекрасно помню, как я затронул эту тему в Институте социально-экономических проблем, когда делал доклад в Москве. и я вовсе не агитировал и не предлагал, что давайте тут заселять Россию кем-то другим. Я говорил о том, что это заселение фактически уже идет. То есть, ну, это факт сегодняшнего дня. Я лишь говорил о том, что вот люди, которые приезжают к нам, они могут быть разными людьми, они могут приезжать исключительно для того, чтобы лопатой землю покопать и мусор убирать, а могут приезжать, может быть, и какие-то другие люди. Это все зависит от того, какие идеи мы с вами реализуем в нашей жизни. И я как раз говорил о том, что здесь не надо удивляться тому, что уже есть. Я где-то недавно приводил пример, я был на Дальнем Востоке, и меня там возили по самым разным регионам, в том числе там, где нет абсолютно дорог, по тайге, на сотни километров дорог нет. Но есть речка, а речки там такие галечное дно, а воды в определенные периоды времени нет вообще. И вот мы на вездеходе по этой гальке как раз ехали достаточно большое расстояние. Я просто своими глазами видел, когда уже проезжаешь, ничего нет, ни дорог, ничего. Потом бросаешь взгляд, вот тогда мне было, это налево запомнился, и там сколько глаз видит, там уже все давно вырублено, там стоят парники какие-то и прочее, там живут китайцы, они живут просто в полный рост, что называется. И поэтому вопрос не стоит в том, что я предлагаю селять, я говорю о том, что уже заселили, что там люди живут, и о том, что к нам приезжают из самых разных стран, из Туркмении, из Таджикистана, особенности, из Молдавии, из Украины, из Белоруссии, ну то есть это люди, которые живут сегодня здесь у нас. Я просто говорил о том, что жить у нас, к сожалению, вот варианты, какие мы можем предложить, или города, стоящие в пробках, с абсолютно неприемлемыми для жизни техногенным условиями, или покосившиеся избушки деревень. Я говорил о том, что если мы с вами бы развивали образ жизни другой, то возможно и вот приезжающие к нам люди тоже были бы уже другого уровня, и они могли бы участвовать в развитии нашей русской цивилизации. А Русь всегда умела перемалывать многое и многое, и многие из приезжающих к нам и с добрыми, и с хорошими намерениями рано или поздно становились русскими. А те, кто к нам с оружием, приходил тоже, помните, эту алгоритмику Пушкинскую, так высылайте же, к нам витии своих озлобленных сынов, есть место им в полях России, среди не чуждых им гробов. Вот, поэтому кто, с чем к нам идет, но я говорил это только в той связи, что именно мы должны дать и в том числе зарубежью сегодня модели нового образа жизни на земле. Виктор Алексеевич, в Белгородской области решаются вопросы родовых поместьй, а когда же примут закон о родовых поместьях на федеральном уровне? Ну вот, я уже этот вопрос как-то освещал, что я в Белгородской области, правда, насчет родовых поместьй детально там не знакомился с этим опытом, хотя многое посмотрел, и у них как раз у них сила-то их не в родовых поместьях, у них, наверное, это есть, если вы говорите, но сила их совершенно в другом. Белгородская область, имея 1% территории от территории Российской Федерации и 1% населения, то есть пропорционально у них, как бы, так сказать, Белгородская область сегодня выпускает 20% мясной продукции. Вы представляете, это же просто фантастика, это немыслимые достижения, а за счет чего? А именно за счет того, что земля-то находится не у спекулянтов, которые смотрят, как ее продать подороже, а у правительства Белгородской области, а оно эту земельку дает только тогда, когда они вот просто там где-то родовое поместье появилось, или какой-то спекулянт, а когда приходят люди с комплексным проектом от поля до прилавка, вот здесь мы будем выращивать траву, вот здесь делать корма, вот здесь кормить скот, вот здесь молоко, вот здесь масло, вот здесь сыр, вот здесь магазин, вот тогда запускается проект и отдается земля. А если значит такого комплексного проекта нет, то земля просто она не выделяется в этом случае. Поэтому Белгородская область сильна другим. Виктор Алексеевич, на практике многие проекты переселения и создания поселения разбиваются о человеческие отношения и конфликты. Все скатывается к индивидуальным дачам. Как решать эту проблему в случае если проекты переселения вдруг будет поддерживать государство. Ольга Марусова на мой взгляд очень грамотно ставит этот вопрос, очень серьезный вопрос. И это то, с чего мы начинали, как я говорил, что в этих проектах главное это человеческий фактор. Это духовно-нравственное понимание этой проблемы. То есть туда должны пойти люди, которые обеспокоены жизнью человека на земле, а не своим собственным достатком и не своими собственными детьми, как Стерлигов или подобные энтузиасты. Я их никак не обвиняю. У каждого свой масштаб мышления. Но получить новое качество жизни в нашей стране можно только понимая те вопросы, которые Ольга затрагивает, потому что нужны именно народные университеты, что называется. Народные университеты, которые давали бы в общем-то знания о мироздании, о растениях, о животных, о Боге, чтобы человек с любовью шел туда. И не во имя себя, а во имя Бога, во имя любви, во имя любви к окружающим. И тогда это будет получаться. Как известно, коллектив объединяется на духовных основах. Если пытаться объединять общее, чисто на материальных выгодах, дом, земля, то будут распри и разделения. Какую вы видите основу, духовную идею для объединения коллектива? Это вопрос задает Коля Самойленко. И то же самое вопрос, ну собственно вопрос такой вопрос полуответ. Основу духовно идейную я вижу в концепции общественной безопасности. Вот если вы не знакомы еще с этими работами, они на сайте dotu.ru достаточно общая теория управления, они по запросу концепции общественной безопасности, вот собственно люди, которые объединятся в рамках этой концепции, они как раз люди будущего, на мой взгляд. И поэтому у меня одна из моих книжечек, которая где-то дает некий такой простой посыл для вхождения в образы концепции, она и называется курс эпохи Водолея. То есть с одной стороны как учебный курс, где даются представления некоторых значимых вещах, с другой стороны курс как направление движения. И я убежден, что именно эпоха Водолея, которая у нас только что началась с 12 года, и 21 век, они как раз будут веком прозрения человечества. И вот те идеи, которые раньше были лишь мечтами, на базе этой концепции, на базе тех людей, которые освоят эту концепцию, они воплотятся в реальную жизнь. Трисеевич, как Вы относитесь к струнному транспорту Юницкого? Ну вот я не очень знаком с этой темой, но вообще очень хорошо отношусь к ищущим людям, да, и к любым новациям, которые сегодня прорабатываются. На мой взгляд, как раз мы вступили в такую фазу, когда вот с точки зрения разработки, освоения концепции, был этап, когда концепция зарождалась, когда она была в душе у народа, но не была выражена в лексической форме. Потом она появилась в лексике уже 90-е годы. Потом появилось большое количество людей, которые осмыслили эту концепцию и поняли ее. А вот сейчас начался новый этап, когда из самых разных мест к нам обращаются люди, которые на материалах этой концепции начинают строить и новый бизнес, и начинают строить новую жизнь, и начинают строить свое будущее. Ну, и обращаясь, может быть, к тем, кто поселениями будущего обеспокоен, я хотел бы сказать, что вы на правильном пути. И, может быть, вы не найдете на этом пути громкого счастья, о котором многие мечтают в виде миллионных доходов, в виде лимузинов, но найдете то простое счастье, о котором говорил, к примеру, Державин, который, в общем-то, был таким особым авторитетом у Пушкина. И Державин говорил, наверное, о тех, кто слушает нашу программу, так, мое желание предаться Всевышнего во всем судьбе, за счастьем в свете не гоняться, искать его в самом себе. Меня здоровье, совесть, право, достаток нужный, добра слава, творят счастливее царей. Вот хотелось бы пожелать вам счастья такого, которое гораздо ценнее, чем счастье царей, чем счастье сверхбогатых людей. Будьте счастливы. Спасибо вам за внимание. Я думал, что будут вопросы такие, а есть только пи... поиск... пи... пи... Продолжение следует...